Дисгармония 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 как раз таки урала и сибири сегодня на нашем вебинаре будут присутствовать 4 спикера эти четыре спикера будут нам показывать рассказывать те моменты которые стоит изменить может быть которым стоит прислушаться которые помогут вам повысить вашу производительность первый спикер это у нас будет михаил григорьев ведущий технический менеджер по исследованию рынка то есть как можно примеру планировать что нам производить следующем сезоне то есть у михаила мы можем с вами узнать какие тенденции какие аспекты в мировом мировой тенденции в тенденции в россии для того чтобы четко спрогнозировать что мы будем сесть что принесет нам больше прибыли и соответственно посмотрим а что сейчас происходит на рынке следующий наш спикер это павел донильченко ведущий технический эксперт по направлению гербицидов знаю что в этом сезоне было на самом деле у всех все по-разному кто-то боролся с трудно искоренимыми сорняками кто-то боролся она бороться однолетними злаковыми сорняками поэтому все эти аспекты нам павел сегодня осветит подскажет какие-то вариации которые могут помочь непосредственно вам избежать этих трудных ситуаций в поле и никуда скажем так следующим этапом ступень как я всегда ее называю это повышение урожайности это борьба с заболеваниями у каждого из нас разные сорта разные условия и поэтому разные заболевания присутствуют они могут быть на урале одни в сибири другие западной сибири 3 да то есть в алтайский край 4 поэтому в этом вопросе нам поможет разобраться мария мустафина это кандидат биологических наук ведущий технический эксперт компании сингента по направлению фунгициды и соответственно я половников сергей руководитель технической экспертов регионы сибири дальний восток мы соответственно со мной уже поговорим по защите семян и соответственно про достаточно интересную программу агрик лайм которая будет помогать вам следующем сезоне прежде чем предоставим слово михаилу я бы хотел вам рассказать о наших небольших правилах до каждый спикер подготовил какие-то вопросы вопросы будут на внимательность вот будут задаваны непосредственно прямом эфире то есть сушки внимательную презентацию ищите ответы и соответственно а отвечайте в чате в чате каждый третий правильно ответивший соответственно а на данный вопрос будет получать определенные сувениры эти сувениры для получения них сувениров необходимо будет связаться с на статьей бариновой контакты будут выведены непосредственно на монитор вы увидите вы с ней свяжетесь соответственно она узнает адрес имя имя фамилии адрес доставки и соответственно вышли вам эти памятные сувениры от компании сингента и переходя скажем так начиная наш наше мероприятие я хотел передать слово михаилу михаил посмотрим какой вообще что у нас происходит на рынке да то есть как бы именно зерновых культур в россии в мире и вообще какие тенденции на текущий момент идут коллеги доброе утро меня зовут михаил менеджер по исследованию рынка компании сингента как уже представлен сергей сегодня мы поговорим о рынке зерновых но в основном это будет рынок пшеницы как основная культура у нас регионе сибирь начнем мы про может рассказать издалека про мировое производство пшеницы здесь показаны основные страны производителя пшеницы то есть даже не основные страны производителя наши основные конкуренты производители будем так говорить то что огромное производство нас китае в индии пшеницы но она в основном потребляется внутри страны здесь показаны страны которые экспортируют который экспортирует пшеницу наши конкуренты какая Вторая ситуация сложилась в этом году. По итогам урожая 2021 года и в южном полушарии, можно сказать, частично на границе 2021-2022 года, мы видим, что производство пшеницы в России в этом году упало почти на 12%. То есть это данные USD, они немножко отличаются от наших данных государственной статистики, потому что здесь в частности не включен Крым по политическим причинам, но в принципе она практически, там только какие-то десятые проценты могут быть разницы. На Украине у нас производство увеличилось существенно, в Казахстане уменьшилось, в ЕС тоже увеличилось, в Канаде произошло очень серьезное уменьшение производства пшеницы, там была засуха, и в США тоже на 10% уменьшилось производство. Вот эти страны, это страны северного полушария, в принципе, с которыми прямые конкуренты России. То есть вывод какой, что в принципе одно другое должно было компенсировать, Украина и ЕС произвели больше, то есть они произвели, получается, у нас на 20 миллионов тонн больше, но вот остальные все страны потеряли 26 миллионов тонн пшеницы в этом году. И, соответственно, после уже, когда рынок понял это, в июле месяце, в сентябре месяце, то есть началось определенное повышение мировых цен на пшеницу. Но сейчас идет определенное охлаждение рынка, дальше я покажу, как это развивается. А происходит это почему? Потому что в двух крупнейших странах экспортеров уже с южного полушария, это в Австралии и Аргентине, достойный урожай. Например, в Австралии он выше прошлогоднего, а прошлогодний был рекордный. То есть это рекордный за всю практически новейшую историю тоже Австралии урожай пшеницы. Это, конечно, связано с определенными климатическими условиями, в частности, так называемым явлением ланини. И в Аргентине можно сказать, что тоже достойный урожай, то есть такой же урожай был два года назад здесь. Ну и если мы посмотрим по истории, то тоже там было повторение такого же урожая, но в принципе это урожай близко к рекордному. Что это значит? Что, в принципе, рынок осознал, что цены на пшеницу, ну, наверное, по итогам урожая северного полушария, они немножко завышены. И, соответственно, началось определенное снижение. Вот здесь вы видите динамику мировых цен на пшеницу в основных странах наших конкурентов, США, Франция, Украина и на глубоководных парках России. То есть, по сути, это фокумовая оси. Что здесь отметить, что вот вы видите, то, что я говорил, когда, в принципе, когда осознал рынок погодной трудности в северном полушарии, в частности, в Канаде, в США, ну и у нас была засуха, и в Казахстане, то есть началось активное повышение рынка пшеницы. То есть, оно продолжалось, продолжалось, ну, практически до декабря месяца. То есть, я думаю, что вы все знаете, что цены мировые потихонечку-потихонечку увеличивались. Вот, и сейчас, в конце декабря, можно так сказать, в середине декабря, цены начали потихонечку снижаться. Причины, я вам сказал, то, что это, в принципе, балансовые причины. То есть, рынок осознал о том, что, в принципе, нету такого дефицита пшеницы в мире, как это предполагалось вот на этом промежутке времени. Но, к сожалению, не все доходы сельхозпроизводителей в этом году от мировой цены, от мировой конъюнктуры получают сельхозпроизводители в России. Это одно из таких серьезных, фундаментальных изменений в этом году, которые произошли на рынке пшеницы для сельхозпроизводителей России. Ну, скажем так, негативных. Там есть определенные позитивные моменты, о которых я чуть позже скажу. Но, так вот, хотелось бы вам отметить, чтобы вы понимали, как действует этот механизм плавающей экспортной пошлины, который был введен с июля этого года, функционирует у нас. То есть, есть цена отсечения фоб на фобе Новороссийск, там фоб по глубоководной порты, ну, если проще говорить, что это фоб Новороссийск. Это 200 долларов. То есть, это беспошлиный вывоз пшеницы. То есть, то, что до 200 долларов, в принципе, рынок функционирует так, как функционировал много лет до этого. Но, когда цена мировая превышает 200 долларов, то 70% от этого превышения забирает государство. То есть, грубо говоря, если цена 300 долларов, то 30 долларов получают сельхозпроизводители, цепочка посредников, то есть, ну, в целом внутренний рынок, будем так говорить. И 70% забирает государство. То есть, ну, вот здесь вот у нас построен прогноз средней экспортной цены. То есть, ну, наверное, в этом году вот средняя экспортная цена, та, которая там началась с 1 июля по 30 июня вот этого уже года, то есть, она, скорее всего, будет, ну, в районе, там, 310-320 долларов за тонну. Что это значит? Это значит, что при прочих равных, это была цена такая же, если бы она была 236 долларов за тонну для российских сельхозпроизводителей. То есть, вот суть этой пошлины в том, что сверхдоходы, как считает государство, сверхдоходы, они изымаются у сельхозпроизводителей. То есть, ну, вот здесь у нас есть некие наметки на 2 года вперед. То есть, ну, это, скажем так, все может очень сильно поменяться в зависимости от мирового урожая, урожая в разных отдельных странах. Ну, вот пока видится так, что там в следующем году средняя мировая цена может быть там в районе там 260 долларов и через 2 года может и опуститься до 200. Вот если вдруг цепочки поставок наладятся, там, средства защиты растений, удобрения, все будет в доступности, то вполне возможно, что и погода сложится, что цены могут неким образом, ну, как бы стабилизироваться на уровень, который мы привыкли видеть там последние десятилетия. Вот, но в этом есть и не только плохая новость для российских сельхозпроизводителей, но, в принципе, и хорошая. Тут можно сказать, что вот те цены, которые сейчас, ну, переведенные в рубли, то есть, ну, понятно, что, возможно, будет у нас девальвация еще рубля, там, в какой степени она будет, тут уже непонятно. Да, ну, как показывает история, что у нас происходит определенная девальвация рубля, там, цены рублевые будут тихонечку подрастать. Но вот если говорить, скажем так, о стабильности цены в текущих ценах, которые сейчас есть, то, скорее всего, тут цены будут относительно плюс-минус стабильными к текущим показателям. Это вот, наверное, один из таких положительных факторов, то есть, это, можно так сказать, что улучшает планирование сельхозпроизводителей. То есть, конечно, сельхозпроизводители хотели бы сами планировать цену и там продавать определенное количество продукции, когда им хочется, например, весной, там, как это часто раньше бывало, что весной цены росли. Но, к сожалению, с нынешней политикой ограничений экспорта у нас сейчас в России, вот такая стратегия, она, наверное, перестает работать. Ну, что хочется отметить, наверное, все, конечно, думают и спрашивают, когда это закончится. То есть, но пока правительство говорит, что это не закончится, то есть, такая вот, такая система, она принята и дальше будет продолжаться. Ну, естественно, это может поменяться через какое-то время, но новостей о том, что это видоизменится через какое-то время, пока, к сожалению, нет. Ну, вот следующий слайд, это, в принципе, как развиваются эти пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень. То есть, я вам сказал про пшеницу только что, про формулу, то есть, точно такая же формула, только с другой ценой отсечения, не 200 долларов, а 185 долларов для кукурузы и ячменя. Вот здесь вы видите вот такую вот кривую, как росла пошлина на пшеницу, она меняется каждую неделю у нас, и вот сейчас она достигла почти 100 долларов за тонну. То есть, это достаточно существенное изъятие из рынка, вот, такая же тренд у нас по ячменю, но по кукурузе у нас немножко более стабильно, ну, и немножко более непредсказуемо, потому что формула рассчитывается от контрактов, которые реализуются на экспорт, но, к сожалению, на кукурузе этих контрактов, количество само контрактов не очень большое, поэтому пошлина более волатильна. Вот, ну вот, это нельзя сказать, что это хорошая новость для сельхозпроизводителей, но, к сожалению, сельхозпроизводители должны жить с этим в ближайшее время, да, там, до возможного изменения этого режима. Как, соответственно, вы все спросите, наверное, ну, как эта пошлина в итоге сказалась на внутренние цены на зерно? Ну, вот здесь вот можно обратить внимание на Сибирский федеральный округ, потому что мы проводим вебинары именно для вас. То есть, ну, если бы пошлины не было, то цена должна была быть, ну, я не знаю, где-то вот здесь, да, в этом районе. Но вот в один момент, когда пошлины реально начали работать, там они работают с некоторым лагом, то есть цена, она стабилизировалась на одном и том же уровне. И там повышалась очень плавно, как раз на эти, там, 30 и даже меньше процентов, потому что сама цепочка продаж зерна тоже отнимает определенную доходность у сельхозпроизводителей. Вот, на текущий момент стоит отметить, что хорошая новость, хорошая новость, что цены, они не сильно повышались даже при сильном снижении мировой цены. Оно, конечно, вряд ли сейчас планируется очень сильное, но в любом случае снижение цены мировой продолжится на пшеницу до нового сезона. Цены внутри страны останутся до июля, объективно, достаточно стабильными. То есть, возможно, пройдет небольшое снижение, но оно не может быть очень резким, потому что именно сам механизм этой пошлины, он построен таким образом, что нету очень больших ценовых колебаний. Ну, теперь вот несколько слов конкретно про Сибирский федеральный округ. Отличный урожай был в 2021 году. И пшеницы, и ячменя. То есть, ячмень вырос в производстве на 16,1%, а пшеница выросла на 13,8%. То есть, это один из достойных показателей по производству. То есть, вот вы видите, за последние, получается, здесь 6 лет, это максимальный уровень производства и, соответственно, максимальный уровень запасов пшеницы у сельхозпроизводителей в Сибирском федеральном округе. Здесь цифры, конечно, немножко не соответствуют. Тут производство 11, вы спросите, 3 у нас всего запасы, такого быть не может. Но просто статистика у нас учитывает только сельхозпредприятия. То есть, дальше там КФХ, там мелкие фермеры, она их не учитывает. То есть, вот, и потом в статистику что-то попадает с опозданием. Но это очень хороший индекс, который показывает, что, в принципе, запасы пшеницы в федеральном округе есть и прошел очень-очень хороший урожай. Будем надеяться, что в следующем году также будет хороший урожай. Напоминаю, что в этом году производство пшеницы выросло на 13,8%. Это очень-очень достойно. Ну, хочется, наверное, поговорить про будущее, не только про цены. То есть, только что про цены я сказал, что, скорее всего, до начала сезона цены будут неким образом колебаться, но экспортный режим построен таким образом, что серьезных колебаний не будет. Ну, и, соответственно, из этого можно, ну, такой сделать вывод логический, что, ну, скорее всего, на ближайшие годы доходность сельхозпроизводителей, наверное, будет определяться больше, ну, не ценой, не вот этим искусством вылавливания цены сельхозпроизводителей, да, там где-то весной в какое-то время, там, когда долгое время на складах лежат остатки зерна, а больше будет определяться, скорее, валовым сбором, то есть урожайностью, то есть и возможность заработать больше денег у сельхозпроизводителей, это именно больше валовый сбор зерна. Это, наверное, один из единственных, единственных возможностей заработать у сельхозпроизводителей, ну, на ближайшее время, пока функционирует вот этот экспортный режим. Ну, и нет слов про состояние озимых культур, это, конечно, не очень актуально для сибирского федерального округа, потому что мало сеется озимых культур в Сибири, но здесь это важно для, ну, скажем так, для общего валового сбора и внутренней цены. Несмотря на то, что там экспортный режим много определяет, но еще и валовый сбор внутри страны играет большое значение. Тут стоит отметить, что посеяно было на 900 тысяч гектар меньше, чем в прошлом году, то есть, но это, вроде бы, должно негативно влиять на урожай следующего года, но стоит отметить, что само состояние озимых культур просто великолепное. То есть, это, вот видите, с 2014 года такого хорошего состояния озимых культур не было. То есть, все, что недосеяно, скорее всего, будет перекрыто хорошим и отличным состоянием озимых культур в стране. Поэтому в следующем году, как я показывал уже вам на первом слайде, производство 76 миллионов тонн пшеницы в России было. Ну, пока прогнозы аналитических агентств, то, что производство вернется к уровню 2020 года на уровне 85-84 миллионов тонн. У меня, в принципе, все. Это мой последний слайд. И я хотел бы задать вопрос аудитории на внимательность, как сказал Сергей. Вопрос от меня. Насколько процентов увеличилось производство пшеницы в 2021 году в Сибирском федеральном округе? Сергей, у меня все. Михаил, давайте пока у нас отвечают на твой вопрос. Хотелось бы еще пару таких уточняющих моментов узнать у вас. Я правильно понимаю, что на текущий момент развителям, в принципе, не стоит ждать, держать свои запасы до лета? То есть, то, что цена, которую регулируют у нас пошлины, она будет плюс-минус одинаковая. Это правильная тенденция? Я правильно понял? Ну, там рекомендовать держать или не держать, это, наверное, больше аналитические агентства могут, наверное, не компания Сингента. Но здесь вопрос просто в логике. Да, тут функционирует экспортный режим таким образом, что он исключает серьезные колебания цены. То есть, возможно, даже эти колебания могут быть, ну, например, не в зависимости, ну, не по зависящим причинам от производства либо от мировой цены. Это может быть курс рубля. То есть, если курс рубля, например, у нас, не дай бог, увеличится до 100 рублей за доллар, то, конечно, будет увеличение цены. Но это весь вообще не прогнозируем. При очень равных условиях, при более-менее стабильном курсе экспортный режим работает таким образом, чтобы исключить колебания цен как в меньшую, так и в большую сторону. Это правительство создало для того, чтобы контролировать продоводственную инфляцию. Михаил, спасибо. Сейчас будет еще один вопрос. Я напоминаю, что ответы нужно отправлять в чат, и, соответственно, третий отправивший правильный ответ у нас будет победителем. Есть вопрос в чате, то есть спрашивают, на рынке пшеницы и риса отсутствует Китай, вот то, что ты показывал. То есть, почему отсутствует Китай? Это тоже достаточно большой производитель. Ну, действительно, Китай производит 140 миллионов тонн пшеницы. То есть, но дело в том, что Китай потребляет все сам внутри себя. Поэтому я не поставил Китай в первый слайд по мировым производителям, потому что я поставил конкурентов России по экспорту больше, чтобы вы видели, с кем конкурирует Россия по экспорту пшеницы. Китай, да, Китай и Индия производят огромные объемы пшеницы, но все эти объемы потребляются внутри страны. В этом году только Индия немножко выходит как бы на экспортный рынок, но за счет неплохого урожая. То есть, там, 3, 4, 5 миллионов тонн будет экспортирована пшеница, у них есть определенные излишки. Но в Китае нет излишков, в Китае все потребляется внутри страны. Поэтому на мировую цену это, ну, определенным образом, конечно, влияет урожай в Китае. Если бы там был огромный неурожай, то, конечно, бы это еще больше повлияло. Но по данным констексте, на данном слайде, как бы, он не имел смысла. Михаил, спасибо большое. Я вижу, что у нас есть победитель. Это Иван Васильевич Ермоленко. Прошу прощения, если неправильно прочитал фамилию. То есть, Иван Васильевич, просьба связаться у нас с Анастасией Бариновой. Контакты вы видели в начале, да, и в конце мероприятия мы тоже, соответственно, покажем, для того, чтобы получить памятный северный мир. Михаил, спасибо большое еще раз. То есть, как бы, я думаю, что нашим производителям есть над чем подумать, есть подумать, как и какие культуры непосредственно спланировать, для того, чтобы получить, как раз-таки, достаточно хорошую финансовую устойчивость в следующем году. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас бы я хотел передать слово Данилченко Павлу, то есть, наш ведущий технический эксперт по направлению гербицида, и осветить как раз-таки вот этот аспект жизни, скажем, в полях, который позволяет получать тоже дополнительную прибыль. Да, доброе утро. Меня зовут Данилченко Павел. Я хотел бы сегодня несколько слов сказать о гербицидной защите зерновых колоссовых культур. Ну, и в частности, конечно, в регионе Сибирь в первую очередь. Смотрите, наш портфель зерновых колоссовых культур на 2022 год довольно обширный. Ну, видите, что здесь есть гербициды на все случаи жизни. То есть, с помощью них можно решить любую ситуацию на поле, побороться фактически с любым сорняком. Вот. И мы не стоим на месте. Постоянно наш портфель пополняется. Видите, что здесь появляются новинки. есть продукты, которые мы возвращаем в портфель после определенного периода их отсутствия. Вот. Я расскажу о них, объясню причины, почему это происходит. Вот. Ну, и, конечно, коснусь новинок. здесь, смотрите, представлено то, что есть основные продукты для региона Сибирь. Громинициды. Да, это аксиал. И вот с этого года топик будет на рынке. Далее, наш основной универсальный продукт Камара. В прошлом году мы вывели новинку Прима Форте. Вот. И в этом году ожидаем где-то в середине февраля регистрацию нашего нового продукта кросс-спектра это аксиал кросс. Вот. Ну, и также в портфеле сохраняются наши ветераны, которые уже продаются не один десяток лет, но они проверены временем, такие как Лентур, Диален Супер. Я думаю, что они еще довольно длительное время будут в нашем портфеле, потому что они качественные, хорошо справляются со своими задачами. Давайте коснемся сначала новинки. Как я сказал, вот ожидаем регистрацию и большие надежды то, что этот продукт будет доступен уже в продаже в этом сезоне. Конечно, широких продаж не будет еще, вот, все-таки мы так ожидаем его получить туда уже ближе к апрелю, может, даже к маю. Вот из-за логистики выводим новый продукт, не так это все быстро, но тем не менее хотелось бы, чтобы каждый попробовал его на своих полях. Ну, вообще, что он из себя представляет? Вы видите, здесь есть пеноксаден, который уже в обычном аксиале, вы знаете, действующее вещество аксиала, оно под патентной защитой, проверенное времени, более десяти лет на рынке и довольно большие продажи пеноксадена в России есть от компании Сингента. И добавлен флоресулам, 5 грамм на литр. Ну, так вот, если кто-то более-менее хорошо ориентируется на наших продуктах, то здесь сопоставимо с количеством его в таком продукте, как дерби. Ну, и в общем, здесь за счет флоресуламы достигается вот этот кросс-спектор эффект на уровне примерно дерби. То есть здесь на полный контроль идет лаков и довольно неплохой контроль дудольных сорняков. Смотрите, по регламенту, да, здесь дозировки от 0,7 до 1,1 литра на гектар. Ну, для вашего региона с такими сложными сорняками я бы посоветовал применять дозировку где-то в районе литра. Это позволит, ну, скажем, более четко, эффективно контролировать сорняки, вот, в частности, двудольные. Преимущество этого продукта то, что он универсальный, так как это кросс-спектр, это комплексный контроль из лаковых и двудольных сорняков. Вот, на сегодняшний день это пока что единственный в России гербицид кросс-спектра, который зарегистрирован и на пшенице, и на ячмене. То есть, он универсальный вот, и уникальный. И также он удобный в плане того, что отличный партнер для большинства смесей. Ну, здесь понятно, что фактически, да, он и представляет собой уже заводскую баковую смесь такую, которая идет в одной канистре, и когда вот, ну, вы будете, допустим, делать свои баковые смеси, многокомпонентные, здесь уже идет, скажем, такой фактор минус одной канистры, да, то есть, меньше, меньше нужно компонентов для баковых смесей. Селективность у него на высоте, потому что, ну, собственно, и флоросулам, и пеноксоден, они очень селективные продукты, очень, потому что одни из самых мягких на рынке, и здесь негативного действия на культуру практически не отмечается. эффективный, конечно, потому что, как формуляция наша фирменная, то есть, это вот продукт полностью компании Сингента от и до, и есть такие ингредиенты, которые, ну, скажем так, они позволяют, в частности, одевант, одегор, он позволяет повысить эффективность культура сулама. И также он очень технологичен, то есть, нет никаких ограничений в севообороте. Регламент применения, ну, вот это, скажем так, будущий регламент, да, мы ждем сейчас регистрации, хотелось бы, чтобы он такой вышел, в конце концов, здесь отметить, что хотел, отметить хотел то, что применять его можно до фазы второй междоузли культуры, и, в общем, даже если будет какое-то опоздание небольшое, по фазе там культура будет перерастать, ничего страшного нету, потому что, ну, в других странах, допустим, в Украине есть регистрация этого продукта до флак-листа, то есть, здесь еще раз такой момент, то, что это очень мягкий продукт. Пару слов про одевант одегор, который входит в состав этого продукта. Смотрите, здесь показано, как одевант влияет на растекаемость и, ну, даже не только растекаемость и на дождеустойчивость в общем-то продукта. Вот если взять каплю гербицида с одевантом андегор, то есть, здесь вот берется именно аксиалкрос, то наибольшее растекание и хорошее очень прилипание к листу. Здесь это объясняется вот и дождеустойчивость повышенная этим и повышенное проникновение действующего вещества внутрь вредных объектов, внутрь листьев сорняков. Давайте теперь немножко поговорим об основных контролируемых сорняках. Что может данный продукт сделать? что может отконтролировать? Ну, я здесь выделил вот наиболее проблемные сорняки для вашего региона и сделал такие две таблички по злаковым сорнякам, там, где аксиалкрос контролирует их с эффективностью более 80% и двудольные тоже с эффективностью более 80% но это такая скажем уверенная достаточная эффективность чтобы побороться с сорняками в культуре. авиус да, овсюк 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 пустой или овсюк без проблем проса куриная ежовник обыкновенный щетинники и сизый и зеленый проса сорно-полевое то есть это основные злаковые сорняки с которыми данный продукт справляется без проблем да в принципе ну это тот же самый аксиал вы отлично его знаете вот что касается двудольных здесь флоресулам тоже довольно много может контролировать понятно что не все но вот такие сорняки как подмаринник цепкий ромашка непохучая классическая падали царапца вот засоритель да звездчатка средняя пастушья сумка ерунка полевая гречишка венковая пикульник и даже вот из осотовых да вот бодяг полевой его еще называют осот розовый тоже контролируется в районе 80 процентов да это довольно серьезный показатель вот но нужно учитывать конечно что нельзя этим продуктом зачищать поля вот запущенные то есть это продукт ну скажем таких оккультуренных более-менее полей вот и с его помощью можно быстро эффективно и легко вот поддерживать эти поля вот в таком достаточно чистом состоянии хочу пару примеров привести это прошлогодние испытания продукта здесь есть вот конечно южная это фотография первая это лесохвост и вика машины горошек то есть очень хороший контроль показывает и это уже фотография может ближе к вашему региону быть применима это контроль именно вот асота розового или бодика ну и как я сказал что это идеальный партнер для баковых смесей потому что ну скажем так это уже готовая баковая смесь заводская в канистре то есть очень хорошо смешивается с многими пестицидами вторая новинка которая уже была в прошлом году представлена это прима форта в общем это развитие идет да такое плановое развитие примы в сторону усиления ее действия на некоторые сорняки а ну какое отличие здесь от примы отличие от классической два момента то есть первое уменьшено количество 2,4D значительно и добавлен аминопиролит в дозе ну скажем так достаточной для компенсации вот этого снижения 2,4D жесткого гормонального ДВ и аминопиролит позволяет лучше бороться с падалицей допустим там подсолнечника или многолетними корней отпрысковыми здесь смысл продукта то что все три действующие вещества они работают в синергизме то есть аминопиролит больше отвечает за контроль многолетних корней отпрысковых хлоросулам он закрывает в общем весь основной спектр сорняков на поле вот включая даже трудные такие как подмаринник цепкий и 2,4D скажем так вот подчищает просто те пробелы по которым не сильны вот два вышеперечисленные продукты это допустим марь белая если переросла 2,4D вот ее убирает то есть здесь очень сбалансированный продукт он с одной стороны более мягкий чем прима а с другой стороны он скажем больше заточен на контроль корней отпрысковых очень интересный продукт советую присмотреться вот в некоторых скажем так ситуациях очень может хорошо помочь на поле выручить это пример контроля бодика полевого вот как я очень называю это сот розовый то есть здесь мы видим что в дозе максимальной 0,7 литра на гектар здесь уже отмечается не просто контроль а уже и искореняющий эффект ну что такое искореняющий эффект это то что гербицид проходит внутрь вниз по корням и убивает корень и соответственно находящиеся вот почки из которых на следующий год получаются вот именно эти отпрыски и побеги новые единственное что да вот есть конечно моменты связанные с аминопиролидом нужно это иметь ввиду что есть определенные ограничения которые влечет за собой присутствие аминопиролида вот но эти ограничения не столь серьезные потому что ну если кто-то применял вот там ланцелот допустим да то здесь аминопиролида меньше гораздо даже максимальной дозе прима порта здесь 7 грамм получается на литр на гектар то есть и получается что ну скажем так бобовые в основном попадают а бобовые попадают под ограничение то есть здесь можно рапсы зерновые абсолютно не бояться после действия кукурузу также не бояться после действия если допустим там будет ну в вашем регионе скажем ленок туален вот или там подсолнечник еще там на юге здесь нужно чтобы соблюдалось условие выпадения 300 миллиметров осадков после применения то есть с момента применения прима порта и до посева следующей культуры вот на следующий год должно выпасть вот столько осадков но это включая снег здесь смысл чтобы промылся аминопиролит по профилю и не вызывал после действия вот следующий продукт топик замечательный продукт наш старый проверенный возвращаем его как скажем такое более бюджетное решение вот для контроля злаковых сорняков действующее вещество кладинофор пропоргил вот норма расхода довольно низкая 0305 и ну что можем сказать о нем может многие даже помнят да мы его лет наверное 10 не продавали сейчас возвращаем в портфель ну несколько причин есть первое то что мы все-таки идем навстречу сельхозпроизводителям и ну скажем так выдаем и бюджетные не только премиальные у нас есть продукты в линейке вот и вы знаете у нас был фокстрот экстра сейчас мы его не не дистрибутируем и сейчас вот будем продавать свой топик но это не совсем тот топик который был он немножко осовремененный то есть там подправлена была формуляция вот и поэтому он стал более еще более надежный скажем более эффективный поэтому здесь вопросов нет и скажем так в дозе 0.3 литра на гектар он уже способен довольно неплохо контролировать овсюк ну если не перерос конечно вот щетинники парсовидные тут дозу нужно увеличивать вот вплоть до максимальной но тем не менее неплохой контроль и этих сорняков у него смотрите спектр довольно тоже широкий все все основные сорняки злаковые которые встречаются у вас в регионе овсюк ириная проса или ежовник обыкновенный просто сорно-полевой а также щетинники зеленый и сизый и вот здесь такой алгоритм есть как сделать выбор между аксиалом и топиком да собственно аксиал это наш универсальный продукт и пшеница и ячмень то есть они все охвачены да аксиалом а топик это все-таки пшеница только ну и опять же смотрите вот если брать борьбу с овсюгом аксиал он ее закрывает вот в какой бы фазе овсюг не находился аксиал снимает абсолютно решает проблему с борьбы с овсюгом вот топик ну немножко эффективность похуже вот здесь нужно будет особенно если там просовидные нужно будет дозы увеличивать вот но тем не менее это неплохое бюджетное решение данной проблемы а вот несколько слайдов по эффективности это вот из вашего региона именно прошлогодние прошлогодние были опыты заложены у нас топик топик очень неплохо контролирует весь спектр то есть здесь вот и видно и овсюг в контроле был и кросса было сорнополевое щетинники то есть здесь весь весь набор был сорняков и очень неплохо с ними справился топик аксиал ну это наш основной граминицит здесь ну как говорится представление не нуждается я единственное что хотел сказать что в прошлом году вот более миллиона гектаров было под надежной его защитой то есть это говорит о том что ну скажем многие многим он пришелся ко двору многие поняли его эффективность безопасность ощутили на себе вот и ну скажем так нет недаром этот продукт один из лидеров рынка граминицитов вот смотрите что здесь именно какой вывод можно сделать вот на основании уже более десятилетней истории применения аксиала он очень ну контролирует очень широкий спектр сорняков тарас ну кроме там я не знаю нибудь там многолетних он основные все закрывает потом очень широкий диапазон температур то есть он от плюс 7 до плюс 20 работает без снижения эффективности то есть бывают часто возвратные там какие-то холода после обработок очень хорошо это все переносит ограничений по севообороту нету никаких абсолютно на любую культуру там даже самые чувствительные какие-нибудь овощные неважно после действия не будет ну селективность высокая действительно потому что не имеет ограничений по фазе применения культуры то есть хоть в калашение применяйте ну там уже смысла особо нет ну здесь говорится о том что не будет снижение урожая вот вашей основной культуры ну и хорошая совместимость с разными пестицидами удобрениями то есть если вот ну баковые смеси если не очень там какие-то там многокомпонентные ну такие там 3-4 компонента абсолютно адекватно все то есть фитотоксичности практически не бывает вот пример работы аксиала это красноярский край а грех вот здесь уже переросший был аксюк и вот 0,7 литра аксиала справились очень даже неплохо с этим сорняком комар комара тоже наш основной продукт он очень хорошо вписался портфель вообще продукт компании адама сейчас адама вошла в сингента групп это теперь наш уже сингентов ский продукт мы отвечаем за его качество и в общем я вам скажу он неплохо очень себя показал вот за два сезона за два сезона 20-21 год конечно ошибка за 20-21 год более двух миллионов гектаров было применено на на такой площади был применен комара и я вам скажу что каких-то там скажем нареканий по эффективности не было он закрывает широкий спектр сорняков в том числе и многолетние злостные очень быстро действует у него скорость ну среди его одна скажем там у группников одна из самых высоких вот тоже он стабилен от плюс 5 уже очень хорошо работает вплоть до плюс 25 там иногда и выше нормально без всяких там последствий без скажем фитотоксичности хорошая совместимость у него с разными пестицами вот и вот примеры его работы даже по таким сложным сорнякам вот конопля сорная да очень быстро действует на пятый день уже виден результат ну и также хорошо он работает баковой смеси то есть аксиал допустим с комара идеальная пара да вот мы даже делали такой боевой листок для рассылки в том числе и клиентам показываем то что они друг друга дополняют очень неплохо вот и получается такая классная боевая связка то есть решает любую проблему на поле ну и опять же смотрите вот здесь есть экономическая составляющая то есть если вы покупаете аксиал и комара то вы попадаете вот под действия программы агриклайм которая страхует от погодных рисков то есть это тоже немаловажно можете сэкономить при покупке этих двух продуктов вот и буквально я хотел сейчас пару слов сказать о глифосатах смотрите вот взрывной рост цен на глифосаты он ну ставит хозяйство довольно в сложные положения то есть выход какой-то нужно было находить и хозяйство многие вот пошли по пути смеси баковых то есть смотрите вот на данном слайде здесь баковая смесь ураган порта да это наш глифосат содержащий продукт полтора литра диален супер о котором я говорил старый проверенный это декамбо 24D в виде солей и эта сторона левая сторона поля просто накрыли ураганом форта два с половиной литра то есть по цене по цене эти варианты сопоставимы вот по скорости эффективности вот правый вариант даже оказался немного лучше но единственное что это конечно опыт хозяйства это хозяйство сами приходят таким решением наш нашими продуктами решают свои проблемы потому что уделено супер в общем-то нету регистрации на парах но тем не менее вот эта вот доза полтора литра на гектар это вот регистрация на кукурузе то есть это вполне регламентная норма и ну так хозяйство справляется вот с проблемами которые возникают при подорожании глифосатов вот в общем у меня все по презентации сегодняшней и в конце я бы хотел задать вопрос на внимательность да сколько миллионов гектар зерновых в прошлом году были под надежной защитой гербицида аксиал вот а пока вы отвечаете на этот вопрос мы сергеем поговорим тут еще пару вопросов обсудим да павел спасибо за вопрос вопрос на самом деле интересный да я видел что ты давал на него ответ поэтому коллеги напоминает третий правильно ответивший у нас получает памятный приз компании сингента пришло несколько вопросов вот первый вопрос был по аксиалу кросс павел да людей интересовала цена какой же какой же ценовой сегмент будет данного продукта то есть если у тебя есть какие-то скажем так познания просьба просветить нас да ну смотрите здесь ничего такого удивительного не произойдет то есть он будет в ценовом сегменте аксиала и ровно еще прибавится цена вот этих 5 грамм флоросулама которые будут смеси то есть здесь по цене особой выгоды не будет да от баковой смеси ну может там совсем небольшая но здесь смысл в том что удобство то есть это уже в одной канистре удобство скорость опрыскивания возрастет меньше будет затрат на логистику ну в общем здесь будут такие скажем уже ну расходы там второго порядка снизятся да павел еще один вопрос то есть как бы нам его задали это касается как раз таки какой гербицид будет наиболее эффективен для борьбы с винком то есть тот вопрос который интересует многих да потому что в этом году как и в предыдущей то есть как бы проблема с винком она все больше и больше распространена то есть как бы от Урала к Сибири поэтому людей волнует может быть есть какие-то уже решения да то есть которые ты можешь поделиться с винком опять же здесь нужно в привязке к культуре да если брать допустим в общем и целом но вот диален супер наш отличный продукт который с винком борется классно там декамба да там соль 24D то что нужно вот единственная проблема в том что венок обычно появляется немножко позже да и вот как бы нужно поймать этот момент когда пшеница еще не переросла совсем да для применения там того же диалена то есть чтобы выход в трубку только ну не начался еще да и венок уже был в это время на поле вот здесь будет решение а так конечно с венком лучше конечно бороться не в культуре а в парах потому что ну вообще все многолетние корнеетпрысковы они конечно в культуре за один год побороться сложно их можно нам скажем придавить проконтролировать немножко дать культуре спокойно да произвести урожай но искоренять нужно конечно в парах вот и один из вариантов я вот показал на прошлом слайде да это вот именно баковые смеси того же самого глифосата и вот гормональных продуктов смотри у нас есть победитель да то есть как бы у нас еще один вопрос что из первого победителя озвучим или вопрос проговорим потому что я думаю достаточно многих клиентов интересует вопрос ну давай вопрос вообще на самом деле то есть как бы многих производителей интересуют в прошлом году сложившаяся ситуация на глифосаты да когда их резко не стало то есть как бы на рынке как в этом году обеспеченность препаратом ураган форты будет не будет этот продукт то есть как бы вот в наличии то есть смогут его купить не смогут ну смотрите коллеги вот вообще ситуация с глифосатами в мире напряженная но я вам скажу так вот сингента так как компания крупная мы контрактуемся долгосрочно да у нас контракты скажем не короткие да долгосрочные и поэтому дефицита какого-то там урагана форта мы не планируем потому что все что мы скажем заказали нам в этом году отгрузят вот другое дело если начнется какой-то ажиотаж скажем на рынке и какой-то дефицит дополнительные дополнительные объемы конечно мы к этому уже не сможем завести но то что запланировали все будет никаких сбоев абсолютно мы не ожидаем все планово спасибо Павел за ответ давайте я назову победитель победитель у нас Иван Анатольевич Ермилов Иван Анатольевич поздравляем то есть просьба связаться с Анастасией я напоминаю что вопросы можно писать в чат и мы в конце каждого выступления постараемся их обсудить потому что я подозреваю что у каждого из вас есть вопрос на который возможно мы сегодня просто физически не успели ответить поэтому пишите то есть постараемся на эти вопросы ответить Павел спасибо большое за выступление что нам предоставил две таких достаточно интересных новинки которые будут в этом году я бы хотел передать уже соответственно слово и микрофон Мустафиной Марии то есть это наш кандидат биологических наук ведущий технический эксперт по направлению фунгицидов Мария ты с нами на связи добрый день коллеги мы снова в эфире Мария я хотел предоставить слово тебе то есть как бы осветить нам такую достаточно интересную тему как аритмедика применения фунгицидов потому что это один из наиболее важных аспектов повышения урожайности на текущий момент и как ты видела как показывал Михаил несмотря на те погодные катаклизмы которые у нас были то есть на Урале какие были условия в Алтайском крае в Сибири Сибирь прирастает урожайность повышается вы все видели 13,8% то есть обывалый сбор увеличился поэтому это во многом благодаря более грамотному применению препаратов для защиты когда мы покупаем фунгицид естественно мы хотим отдачу мы хотим потратить свои инвестиции и получить гарантированный результат гарантированную защиту и хороший урожай хорошее качество когда мы говорим про то что вот применили фунгицид и не получили удовлетворения как правило 7 основных причин когда мы остались недовольны применением фунгицидов но зачастую мы забываем что такое фунгицид фунгицид это средство для защиты от грибных заболеваний поэтому пожалуйста если у вас заболеваний не было вы применили фунгицид не так как нужно либо не то фунгицид взяли для конкретного целевого объекта но мы должны понимать что какие бывали случаи допустим я часто выезжала на претензии приезжаю хозяйство говорит применили фунгицид он не работает будущий еще сотрудницей института витопатологии приезжаю смотрю и понимаю что тут не было фунгицида начинаем проводить исследование и какой-то разбор полетов и понимаем что как правило чем крупнее холдинг чем чаще этот продукт появляется у простых фемеров но это было раньше до того как я еще пришла в Сингенту зачастую шла утечка вот этой дорогостоящей защиты и мы понимали что все хотят жить сейчас у нас достаточно серьезно все агрономы зарабатывают и хороший нормальный агроном будет держаться свое место я думаю что пункт номер один очень редко будет встречаться на наших с вами полях потому что каждый агроном гордится своим результатом и хочет получить выхлоп от своей работы поэтому первый это так случай встречаем в практике но не основной как правило когда мы недовольны фунгицидами это тогда когда мы нарушаем регламент применения самого продукта но мы с вами люди россияне в таком порядке как правило живем мы покупаем что-то применяем когда это поломалось мы начинаем искать инструкцию вот с фунгицидами это не проходит с фунгицидом важно когда вы покупаете продукт обязательно прочитать тарную этикетку залезть на сайт производителя еще лучше поговорить с представителем который вам рекомендовал это решение чтобы вас научили этот продукт правильно применить потому что если где-то вы нарушите регламент даже то уже претензии вы потом не сможете юридически зафиксировать потому что регламент определен законодательно на уровне всех наших регулирующих органов поэтому очень важно следить за регламентом применения продукта если мы берем воду из водоема она на вид может быть прозрачная как слеза может содержать вообще не содержать никакие взвеси хлопья будет прелестная чистенькая но эффективности может не быть потому что органика она не всегда видимая нашему с вами глазу и те микроорганизмы которые есть в органике они на себя физически забирают фунгицид и когда любой ну не только фунгицид когда вы применяете эту воду с водоемов эффективность фунгицида падает если вы применяете тоже триазол по сильному развитию пятнистости или жарчины эффективность будет невысокая либо берем очень жесткую воду воду где очень много солей также это влияет на эффективность потом если мы с вами применяем фунгицид и где-то неправильно рассчитали норму его расхода у каждого фунгицида есть четко законодательно в свидетельстве закреплена норма расхода почему она именно важна это испытания которые были проведены в сельскохозяйственных институтах обладающих регистрационными разрешениями и если фунгицид показывает эффективность невысокую регистрацию не получит но мы с вами живем в России и мы понимаем что не всегда у нас болезни бывают а срок регистрации фунгицидов как правило 4 года бывает что болезни очень мало регистрацию получили а потом мы увидели что на сильном фоне развития заболеваний фунгицид работает по-другому как правило все равно любой производитель проверяет свои продукты на сильном искусственно созданном инфекционном фоне поэтому обращайте внимание на норму расхода если вы хотите сэкономить и не долить норму расхода фунгицида это чревато чревато тем что вы часть грибной биомасты в посеве а оставшаяся часть будет более агрессивной она начнет создавать потомство с уже какой-то устойчивостью пусть небольшой или со снижением чувствительности к этим действующим веществам которые вы применяете а вы не покупаете как правило фунгициды каждый год разные и как правило у вас фунгициды если вы взяли фунгицид то вы либо чередуете их между собой первого второго либо работаете одним два раза ну разные есть тактики поэтому обращайте внимание на норму расхода не не вносите половинные нормы расхода вы можете воспитать себе устой у них не себе посеве и в своих областях именно устойчивые грибы которые потом очень сложно будет загасить даже если вы будете двумя-тремя литрами работать того же альтосупер он работать просто не будет если неправильно выбираем продукт допустим есть конкретные заболевания но где эффективность слабая тот же кузырёв колоса эффективность одних ДВ самая высокая тех же сейчас в основном работают у нас триазолы определенные триазолы конкретно там тебуконозол противоконозол метконозол работают по фузолиозу колоса очень хорошо а остальные триазолы работают слабее поэтому когда мы с вами выбираем гицид очень важно именно его спектр эффективности по целевому объекту важно обращать внимание на количество рабочего раствора почему фунгицид физически должен попасть на растения когда он попадает на растение от места нанесения фунгицид поднимается вверх и в стороны вниз фунгициды не умеют проходить это противоречит сексициды некоторые другие пестициды двигаются во всех направлених фунгициды нет они вверх и в стороны Поэтому очень важно, чтобы как можно большая часть вашего растения была покрыта фунгицидом. Поэтому если мы с вами испытываем сложности с водой, мы экономим на воде и используем маленькие объемы, не такие, как указаны в свидетельстве и к регламенту этого продукта, мы можем потерять эффективность. И, естественно, качество нанесения. Можно потерять 3-4-2 центнера в зависимости от продукта, в зависимости от санитарной ситуации, только потому, что мы неправильно нанесли продукт. Обязательно калибруйте обрыскиватель, обязательно проверяйте форсунки и обращайте внимание на те рекомендации, которые к вам поступают от производителя, который рекомендует конкретный продукт, и от людей, которые приходят к вам, предлагая дополнительные форсунки, какие-то новые. Обращайте внимание за этими трендами. Когда мы с вами говорим про фунгицид и недовольны результатом, может, основные три таких причин, часто встречаемые, это, допустим, мы берем фунгицид более тяжелый. Это карбоксамиды, это стробиурины. Почему более тяжелые? Они менее системные, растворимость в воде у них не такая, как у тех же триазолов. И если мы будем тушить пожар, педнистости или ржавчин именно стробиуринами и карбоксамидами, то выхлоп от этой обработки будет небольшим. Мы триазолом, который, как правило, ну вот любой возьмем фунгицид, допустим, тот же амистарекстра, он содержит и стробиурин, и триазол. Вот мы обработали по сильному развитию заболеваний, как вот на этой фотографии сверху, когда очень много септориоза. У нас ципроконазол пошел и начинает работать пролечивое растение, а азоксистробин, у него растворимость, если у ципра 90, у этого 60, это как скорость автомобиля. Этот у нас с вами триазол со скоростью едет 90 км в час, а азоксистробин со скоростью 6 км в час. То есть мы понимаем, что азоксистробин требуется время, чтобы он дошел до места, где сидит вот эта септория, и ее уничтожил, и поднялся, допустим, вверх куда-то. Поэтому, когда у нас сильное развитие заболеваний, мы берем более быстрые продукты. Триазолами тоже может быть затыка такая, что и ошибка, если мы берем триазол и работаем им превентивно, профилактически, тогда, когда у нас с вами зона возделывания очень холодная весна, а потом резко приходит жара. В холодную погоду, я имею в виду холодная весна, это когда 5-7 градусов, когда болезни, как правило, не развиваются, они тоже не очень, либо развиваются очень медленно, и мы с вами применили триазол. Что будет? Триазол сидит в растении, он никуда не денется, он будет находиться в растении ровно столько, сколько в период его жизни, в период его распада действующих веществ. Если погода изменилась, пошли болезни, триазол начинает работать тогда, когда внутрь растения спора попала, именно прошла сам эпидермис, внутреннюю часть растения. На поверхности споры попадают, триазол не работает, как правило, потому что триазол очень быстро уходит внутрь. То есть, если мы обработали триазол, он профилактически, и потом болезни не пошли, пришла жара, засуха, то триазол у нас просто-напросто заканчивает свою жизнь после определенного времени, и выхлопа мы основного сильного триазола не получим. В таких случаях, когда у нас с вами складывается депрессивное развитие заболеваний, когда есть стресс другого характера, вот обращаем внимание на вот эти фунгициды, карбоксамиды и астробиурины, потому что выхлоп у них за счет именно воздействия на физиологию. У триазола, вот этого физиологического воздействия, очень многие компании говорят, что это такое. Это воздействие на хлорофил, воздействие на хлоропласты, которые в России становятся более зеленые, даже на фоне того, что заболеваний нет. А иммунизирующие, антистрессово, когда жарко и сухо, карбоксамиды и астробиурины позволяют растению более комфортно переждать этот стресс. Тем меньше стрессов, тем лучше урожай. Поэтому, если у вас больше урожая вы теряете от стрессов, то обращаем внимание на карбоксамиды и астробиурины. Либо, как я уже сказала, по фузариозу выбираем определенные инструменты, иначе обработка, что, допустим, если мы сравниваем какой-нибудь Красноярский край, где достаточно серьезная плотность посева, либо Алтай, азимая пшеница, где очень серьезно, действительно интенсивно выращивают ту же азимую пшеницу, либо яровую, мы понимаем с вами, что Альтосупер по эффективности, по сильному развитию пузариоза проиграет тому же Магнелло. Магнелло – это продукт, который заточен конкретно на защиту от пузариоза колоса. Поэтому, когда мы говорим с вами про выбор фунгицида под определенный целевой объект, выбирайте, пожалуйста, фунгицид, который специализируется на том или конкретном заболевании. Арифметика бывает такая, что мы с вами все изучали математику, изучали не только в школе, но и в вузах. 1 плюс 1 всегда равно 2. Так вот, в фунгицидной защите не всегда работает эта арифметическая формула, потому что две обработки фунгицидами иногда в определенных условиях могут равняться одной обработке определенного правильно подобранного фунгицида. Здесь приводятся примеры карбоксамид, содержащего фунгицида Элатус-Ре. Почему один фунгицид противостоит двукратной защите, разной защите, которая представлена на этом слайде. И мы понимаем, что на пшенице, на ячмене, независимо от культуры, этот продукт обладает большим потенциалом защиты за счет своих возможностей. Чуть позже мы более подробно, но не хочу никого агитировать, покупать Элатус-Реа, покупать карбоксамиды. Я просто хочу сказать вам о том, что при определенных условиях, когда у нас с вами, допустим, последние три года идет холодная весна. Холодная весна, как правило, болезни развивается на умеренном, либо депрессивном фоне. А потом регион Сибирь, как правило, приходит жаркая погода, и мы получаем месяц-два, бывает, без дождей. Естественно, такие условия не способствуют развитию заболеваний. И выхлопа от двойной триазольной защиты, когда у нас используется триазол с марафалином, мы не получаем такого выхлопа, как мы получаем, если мы применили продукт, у которого есть физиологическое действие на растение. Когда мы с вами говорим про арифметику, на ячмене и на пшенице, опять же, знакомое нам с детства арифметическое уравнение, 1 плюс 1 не всегда равняется такому же арифметическому слагаемому 1 плюс 1. То есть два раза примененные фунгициды. Вы давно работаете, как правило, в агрономию приходят люди, и опыт наш с вами создается на наших собственных ошибках, либо на тех ошибках, которые мы видим у наших друзей и соседей. И мы понимаем, что не всегда два раза примененный фунгицид или разные фунгициды равны фунгицидной защите с таким же двукратным проходом техники, потому что и продукты отличаются друг от друга, и условия отличаются друг от друга. Когда у нас с вами применяются продукты разные по воздействию на растения, мы получаем разные результаты. Просто об этом задумайтесь. Не собираюсь вам сейчас рассказывать, какие замечательные, хорошие продукты есть у нас и у других компаний, которые содержат не просто триазолы, а астробиурины и карбоксамиды. Это наше с вами настоящее, астробиурина все больше и больше становится на полях России. И это действительно решение для тех полей, когда у нас с вами получаем мы большие потери именно от стрессов абиотического характера, когда мы с вами успеваем заходить профилактически во всех регламентах ФРАКа, которые есть в открытом доступе в интернете. И зерновые культуры все-таки аккуративно и искореняюще лучше не защищать фунгицидами. Мы больше теряем с вами, когда мы работаем по тушению пожара. Поэтому, когда мы выбираем продукт, очень важно обращать внимание на его потенциал. Что вам необходимо? Вы хотите работать в сухих условиях, в условиях депрессии, заболеваний, конкретно карбендозимами, триазолами, и в этих условиях получать урожай. В принципе, да, выхлоп от них есть, заболевания все равно будут, просто их прессинг не такой серьезный. Но если мы с вами сравним защиту на низком фоне развития заболеваний, защитой, когда мы один элемент, вторую обработку меняем на продукт, у которого есть воздействие на физиологию растений, мы видим, насколько серьезно цифры меняются, и насколько серьезно, когда у нас включается именно физиология. То есть, допустим, вот Саратов, это по Волжье, достаточно серьезно складывается там влияние условий. Прессинг заболеваний небольшой. Но 2020 год в Саратовской области было очень много остатков, был достаточно серьезный потенциал зерновых культур. Но мы видим, что на пшенице два раза триазолы, и продукты, которые обладают антиспорулянтным, то есть они не пускают новые популяции, новые грибы, новые споры внутрь растения, обладают большей продолжительной защитой и большим выхлопом. Поэтому выбирайте продукты, выбирайте условия защиты в зависимости от вашей погоды, в зависимости от витосанитарной ситуации, потому что продукты не одинаковые. И те, кто говорит, что сейчас один фунгицид равен другому фунгициду, это не всегда так. К сожалению, и к счастью, наверное, у нас есть разные инструменты, которые позволят нам сохранить больше урожая в зависимости от погодных условий. Когда у нас выстреливают физиологически, как я говорю, фунгициды, астробиурины, карбоксамиды по сравнению с триазолами, тогда, когда у нас с вами, допустим, мы применили этот фунгицид по флагу, и после последних три года основные заболевания, которые мы видели, у нас в основном начинались во флаговый лист, в колошении. Когда мы применили фунгицид и потом пошли болезни, фунгициды, все астробиурины и карбоксамиды обладают антиспуглярной и длительной защитой по сравнению с триазолами. Болезни пришли. В период защиты триазола в 3-4 недели. Мы понимаем, что триазолы не способны работать очень долго. Один фунгицид с карбоксамидом, те же, значительно дольше. Что на пшенице, что на ячмене, все-таки продукты можно подобрать в зависимости от ваших условий, от вашего развития заболеваний. По тем семи причинам, последняя причина, которая была представлена на наших начальных слайдах, это качество нанесения. Один из примеров, который мы проведали с нашими сотрудниками из отдела качества, изучали на яровом ячмене, как влияет качество нанесения на эффективность пугицида, как влияют разные типы форсунок в разных условиях. Мы видим, что какая температура примерно в одинаковые условия были в 20-21 сезоне при выращивании ярового ячменя. Разные форсунки, щелевые, инжекторные, с прямым факелом и с наклоном. И мы понимаем, что урожайность ярового ячменя в 20-м году и в 21-м году в зависимости от типов форсунок с одним и тем же продуктом. Здесь был и латус рея, однократное применение. Мы видим, что когда мы видим разницу, контроль 40 плюс 10 центнеров от одного применения пугицида, это говорит о том, что прессинг заболеваний на ячмене был достаточно высокий. Если вы не видите разницу между контролем и вариантом применения пугицида, значит, либо заболеваний было мало, либо было мало стрессов, и тогда выхлоп, естественно, будет меньше. А тем больше вот эта разница, тем больше значит фунгицид проявил свою эффективность и свои условия. И таким образом на ячмене мы увидели, что варианты с этими двумя форсунками показали более стабильный результат, что в 20-м, что в 21-м году. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на качество нанесения. Симптомы очень важно диагностировать в поле. Не нужно бежать и обрабатывать фунгицидом, если мы увидели, что наша культура пожелтела. Обращаем внимание, какой ярус растений пожелтел, где идет пожелтение. Межжелковое, желковое, пожилка. Вот поначалу проверьте, может быть, в вашей культуре где-то не хватает какого-то элемента, и очень важно сначала подумать об этом, а не сразу вкладываться и заряжать опрыскиватель. Не всегда фунгициды требуются, когда мы видим изменение краски на пшенице. Тот же вирус желтой карликовости ячменя может дать вот такую сиреневую и фиолетовую окраску. Не всегда у нас с вами вот такие симптомы требуют фунгицидов, потому что здесь связано с недостатком калия. Физиологические пятнистости на ячмене очень много. 12 типов физиологической пятнистости, известные на ячмене, которые не управляются фунгицидами. Да, можно помочь растению, которое болеет физиологическими пятнистостями ячмень. Как правило, это реагирует на стресс, либо это генетически закрепленный фактор. Допустим, мло-пятнистость на ячмене. Есть стресс, любой стресс, появляются вот эти мло-пятна. Триазолами заливайте это все поле, выхлопа от применения триазолов по этим пятнам не будет. Можно будет подумать по поводу физиологической поддержки с помощью каких-то минеральных подкормок, с помощью аминокислот, с помощью стробиуринов, карбоксамидов. Поиграть с этими только фунгицидами можно, но если только по снижению стресса. Пролечить физиологию фунгицидами невозможно. Ну, либо если мы неправильно поставили диагноз. У нас часто бывают пятна. Я, допустим, один раз приезжала в Алтайский край, граном вызвал, говорит, все, у нас септериоз полыхает. Мы приехали, смотрим, а там просто капельки росы на листьях верхнего яруса, попали под солнышко и произошла именно естественный ожог листовой поверхности. Поэтому правильно ставим диагноз, правильно выбираем защиту и следим за качеством нанесения. Портфель компании Сингента достаточно известен. У нас много решений, у каждого из этих решений есть свои преимущества и своя тактика применения. Если вам необходимо остановить заболевание, вам необходимы триазолы. Если пролечить, плюсик – это лечебное действие. Спасибо, вижу. Зеленый кружочек – это профилактика. То есть для того, чтобы максимально получить выхлоп от стробиуринов и карбоксамидов, лучше применять их профилактически. Когда мы с вами говорим про Альфа-Супер, как правило, это инструмент быстрого реагирования. Ее можно применять как в начальный период вегетации, так и потом. И мы тушим, как правило, симптомы и получаем свою отдачу. Зачастую все-таки не во всех хозяйствах мы верим еще в фунгициды в восточной части России. Но с ростом интенсификации мы понимаем, что когда у нас ячмень заболел, мы теряем и теряем значительно, и сохраненный урожай, согласитесь, когда мы получаем плюс по сравнению с тем, когда мы не применяем фунгициды, нам позволит себя на будущее чувствовать более уверенно и спокойно. А еще, когда мы видим явное поле отличия, когда вы применили фунгициды, увидели это в поле, привезите своего директора управляющего и покажите ему вот эту картину для того, чтобы на будущее вы могли более уверенно выбирать продукты, потому что когда вы выбираете продукты правильно, вы получаете лучший урожай. Когда мы говорим про Амистар Экстра, это, как правило, обработка в ранний период вегетации. Это не просто фунгициды, это также технология. У нас две технологии сейчас на фунгицидах. Это технология Амистар и технология Солотенол. Когда вы покупаете фунгициды, если он содержит азоксистрабин, не всегда этот фунгицид будет равен Амистар Экстра, потому что Амистар Экстра – это не просто ДВ. Это бренд, который постоянно обновляется, который постоянно дорабатывается. Фунгициды компании Сингента отличаются от, не то, что отличаются, имеют такую особенность, что компания постоянно мониторит качество своих продуктов. И если мы видим, что где-то в каких-то географических условиях фунгицид начинает работать по-другому, формуляция дорабатывается. У нас очень много результатов уже есть по вашему региону Самистар Экстра. И когда мы говорим про длительную защиту, обращайте, пожалуйста, внимание на технологию Солотенол, обращайте внимание на Элатус. Он не показывает у вас на яровом ячмене. Достаточно серьезные есть цифры. Это продукт, заточенный конкретно на профилактическое применение. Но даже если вы будете этим продуктом работать по развитию уже каких-то первых симптомов, в полной норме расхода он содержит как гицитальто супер. То есть вы потушите и пролечите. Но, конечно же, этот продукт лучше применять только профилактически. Продукт достаточно особенный. Если вы любите добавлять свои баковые смеси, одеванты и прилипатели, с этим продуктом вам не нужно будет добавлять никаких одевантов и прилипателей. Капелька, которая падает, она сразу же имеет амплитуду более широкую, чем капля без вот этих всяких улучшителей, да, как мы говорим. Поэтому очень важно обращать внимание на формуляции, которые доработаны. Просто одно действующее вещество – это еще эффективность не настолько высокая, как эффективность, которая дает вам формуляция. Ну, как я уже сказала, на ячмене у вас дает неплохие результаты. Сравнивали его стриозол с одержащим продуктом. Два раза работали по сравнению с однократным проходом техники салатусрея. Мы видим 20 центнеров сохраненного урожая и реальную рентабельность от данного продукта. Специально созданный для восточной части и для сибирского региона продукт, который получил недавно свое регистрацию, это младший брат Элатус Рея и Элатус Эйс. Элатус Эйс – это двухкомпонентный фунгицид, который также содержит салатенол. Здесь его меньше, но по цене он будет более доступный, чем Элатус Рея. Он будет стоить чуть-чуть дороже, чем Альта, но дешевле, чем Амистар Экстра. Поэтому этот продукт позволит вам защитить ваш флаг и подфлаг достаточно серьезно, и вы сможете с этим продуктом идти уверенно, особенно по сравнению с триозолами, за счет того, что у этого продукта есть помимо лечебного воздействия и физиологическое влияние на растения. Мы видим, что на 35-й день после обработки яровой ячмень по сравнению с контролем и с триозолом выглядит значительно лучше. Мы понимаем с вами, чем зеленее и дольше остается культура в таком состоянии, тем лучше мы получаем урожай. Но если сравнивать по периоду, как мы очень часто с вами говорим, затягивает он вегетацию или не затягивает вегетацию, вот когда мы говорим про затягивание вегетации, немножко заблуждаемся, потому что мы не затягиваем, мы реализуем максимальный генетический потенциал жизни культуры. Если культура у нас на фоне отсутствия заболеваний и стрессов быстрее становится, старается завершить свой период вегетации, там, где у нас есть с вами элатус, он позволяет максимально реализовать потенциал растения. Поэтому если для вас проблема, и вы понимаете, что продукты вам необходимо применить и вовремя убрать, с этим продуктом заходим в 34-37 фазу, и ни о каком затягивании, как мы любим говорить, в периоде вегетации речи быть не может. Поэтому этот продукт даст фору триазолан, даст именно за счет более длительной защиты и позволит вам получить отдачу, особенно в жарких и сухих погодных условиях. Когда мы говорим про регуляторы роста, к сожалению, я немножко затянула, прошу прощения, обращайте внимание на то, что есть разные продукты, и у каждого из этих продуктов есть свой спектр. У компании Сингента два сейчас решения. Это более быстрое, более жесткое антиволигач и более мягкое и длительно работающий модус. Мы очень долго искали партнера для нашего модуса, потому что бывают условия, когда влажно и очень много осадков, однократный модус может в тех нормах, которые есть у нас в регистрации, не удержать. Поэтому у нас с вами есть возможность эти смеси боковать между собой. Паспорта приводятся здесь вам для того, чтобы вы понимали, что антиволигач имеет регистрацию только на пшеницы. На ячменях хлормикваты все работают достаточно слабые, потому что ячмень у нас при хороших погодных условиях очень быстро растет, и хлормикват работает всего там 7 дней, максимум 10. Модус работает более дольше, поэтому у него есть регистрация и на пшенице, и на ячмене. Обращайте внимание, пожалуйста, на механизм действия. В принципе, и тот, и тот подавляет синтез гиперелинов, просто работают на разных этапах. Поэтому, когда вам необходимо жестко присадить культуру и остановить в росте, если будет опять влажная затяжная весна, в 22 сезоне, скорее всего, так и будет, будет очень хорошим решением применение именно антиволигач, потому что будут окошки, если без дождей, когда мы сможем загнать технику, обработать, и препарат очень быстро будет работать по снижению именно перерастания культуры и риска полигания. Температура. Обращаем внимание на температуру. Это очень важно. Ну и когда мы с вами вообще применяем ретарданты, ретарданты – это высший пилотаж, здесь важно, если вы покупаете и применяете ретарданты, важно правильно соблюсти регламент, попасть по фазе, когда эти факторы складываются удачно. Мы с вами это видим в поле. Мы видим это по высоте, мы видим с вами по полиганию, и, естественно, это выражается и в сохраненной урожайности. Когда мы работаем ретардантами, мы работаем на укреплении соломины, и эта соломина становится устойчивой не только к полиганию, но и к поражению гребными и всякими другими заболеваниями. Поэтому применяйте ретарданты правильно. У нас с вами будут еще обучения конкретно по ретардантам, и мы коснемся этого вопроса более внимательно на следующих обучениях. Когда у нас случающе и чаще, бывает, что в поздние сроки сева, особенно в годы, когда после зимы сразу наступает лето, мы получаем на одно растение один стебель. С ретардантами можно провоцировать впущение. Об этом мы тоже с вами можем поговорить на отдельном зуме. Коллеги, я чуть-чуть задержалась. Я прошу прощения, у меня на презентацию время вышло, и слайды мои закончились, но у меня есть один тяжелый вопрос. Самый внимательный. У нас зачастую, когда слышат торговые названия, не всегда понимают, как правильно этот продукт называется. Так вот, у меня есть вопрос. Сергей, я могу уже задавать, правильно? Да, конечно, задавай, Мария, твой вопрос. Вот он для того, чтобы вы могли правильно ответить. Как называется новый карбоксамид сингента для защиты колоссовых? Илатус Рио, Илатус Рия, Илатус Рия. Вот три варианта, самые внимательные. Кто смотрел на слайды и слушал, пожалуйста, ответьте на данный вопрос. А мы пока с Марией обсудим, то есть есть еще пару моментов, которые можно обсудить. Есть вопрос в чате про черный зародыш, да, то есть люди спрашивают, какой препарат поможет, да, то есть как бы избавиться от данного заболевания. Вот. Как ты считаешь, Мария? Ну, смотрите, черный зародыш – это гельминтоспориоз и альтернария. Это то, что у нас с вами может подниматься снизу вверх и то, что может лететь. Как правило, черный зародыш особенно недопустим для твердой пшеницы, но и для мягкой это тоже не очень хорошее решение. Но в основном это волнует тех, кто выращивает твердую пшеницу. Как правило, защита от черного зародыша не складывается из однократного применения фунгицида. Это комплексный подход. Это работа и с предшественником, это работа и агротехническими приемами, и работа защиты, светзащиты. То есть это, естественно, защита от сорной растительности, потому что там идет накопление инфекционного начала, и защита семенного материала и применение фунгицидов. Если складываются условия, что у вас в калашении, допустим, прохладная весна, потом резко пришла жара, засуха, болезни нет, а у вас, допустим, твердая пшеница, и вы думаете, что в этих жарких условиях раз ничего нет на листьях, ничего может не быть на колосе. Вот, к сожалению, это ошибочное убеждение, потому что черный зародыш идет даже в чрезвычайных ситуациях, когда ЧС объявляет пожаре и засухе. Это всеядные два патогена, ну, они условно патогены, сапрофиты. Они присутствуют у нас везде, на всех полях. Какой из фунгицидов, если вы работаете, допустим, вы применяете фунгицид по флагу, то этот продукт, любой, который вы не взяли, защитить вам колос от черного зародыша вряд ли удастся, потому что все-таки защита от черного зародыша это должна быть колосовая обработка, поэтому нужно выбрать не только фунгицид, нужна фаза, то есть вышел колос, либо колос выходит, показался на две трети. Если вы хотите получить более продолжительную защиту, то вам лучше применить фунгицид на основе стабилуринов и карбоксамидов. Если вы применяете фунгицид, допустим, на той же твердой, тогда Элатус-Эйс будет очень хорошим решением, потому что он обладает именно антиспорулянтным действием и лечебным. Вы работаете тогда, когда у вас колос вышел. Если вы применяете триазол, допустим, тот же Альта, вы должны понимать, что период защиты будет там, ну, три недели. Потом Альта уже не будет держать, а черный зародыш развития заболевания будет идти вплоть до уборки, проникновения и заражения. Поэтому лучше всего, вот, обращайте внимание на кустонию, на Элатусы, потому что здесь есть антиспорулянтная и более сильная защита по сравнению с триазолами. Мария, спасибо, так достаточно развернутый ответ. Есть еще один вопрос и есть ответ на, соответственно, твой заданный вопрос. Вот. Может быть, вопрос сперва озвучим, озвучим, а потом уже победителя назовем. Да. А как правильно называется новый карбоксамид от Сингенты? Элатус и О? Там уже у нас есть, Маш, у нас уже есть ответ, да, то есть, как бы, если ты видишь, 5, у нас есть ответ. Другой вопрос, на самом деле, многих, мне кажется, заинтересует. Вот сейчас называла новые действующие вещества, там, стробилурины, карбоксамиды, да, то есть, более мощные физиологические действия. Вот. И раз выходят такие мощные продукты, то есть, как бы, стоит ли вообще отказываться от простых триазольных продуктов? Вот такой вот вопрос. Потому что дилемма может стать, потому что хочется использовать более мощные продукты, чтобы получить большие урожаи, либо там триазолы все-таки оставлять их или не оставлять у себя в портфеле для применения. Смотрите, ну, если бы, вот я работаю в системе защиты растения очень давно, ну, как закончил университет. Если бы я была собственником, у меня было свое предприятие, я бы поступала так. Я выбрала, ну, допустим, я живу в регионе Сибирь, да, у меня, допустим, я живу на Алтае, ну, в любом, у меня азимая, яровая пшеница, в основном яровая, я защищаю яровые культуры. Я выбрала где-то, наверное, процентов 40 стробилурина или карбоксамидов, в зависимости от того, что мне нужно, и, допустим, физиологических фунгицидов, и 40 триазолов, и процентов 10 я бы взяла фунгицид, который 10-20, может быть, фунгицид, который мне позволит зайти туда, где я буду опаздывать. Если у меня посевы будут ранжироваться, наиболее продуктивные, интенсивные посевы, я, естественно, буду ставить фунгициды сильные, продолжительные защиты, да, допустим, но буду чередовать. Я не буду работать, допустим, в зонах, где много дождей и много осадков два раза тем же Амистар Экстра. Я не буду это делать. Я поставлю его на первое, а на второе ставлю тот же триазол. Если у меня нет фузыриоза, полоса проблемы, я поставлю Амистар и Альта, и у меня замечательно будет работать. Если я понимаю, что у меня мало опрыскивателей, я не успеваю с фунгицидами профилактического применения, и у меня зона такая, что ячмень горит очень быстро, на протравителях я вынуждена экономить, тогда я буду работать триазолами, там особенно, где я буду не успевать. И, ну, астробилурины буду оставлять там, где очень сильные посевы и где я смогу зайти профилактически. Но от триазолов отказываться нельзя, потому что погода, нам не всегда, возможность применить стробилурины. Но, опять же, с астробилуринами тоже надо обращать внимание, из каких триазолов они состоят, быстро они работают, эффективно ли они работают, хватает ли. То есть я бы использовала и тот, и тот. Но плюсы, когда нам нужны стробилурины и карбоксамиды. Если я живу в засушливой зоне, у меня мало болезней, много стрессов, вот от стробилурины и карбоксамидов пользы будет больше, чем от тех же триазолов. Вот там именно нужно смотреть на конкретные условия. Но выкидывать тот же Альто я бы не стала. Почему? Потому что это проверенное многолетними производственными испытаниями решение, которое реально работает там, где у нас все заболело. А есть у тебя увлажненные условия, то есть как бы там с борьбой с пузырьозом? Если у меня влажно, если будет влажная, холодная весна, загученный посев, у меня будет там та же мучнистая роса. На зимке я бы работала Тилтон Турбо, на яровой пшенице я бы зашла с Альто, я бы смыла эту мучнистую росу и секторию. А потом по колосу я бы заходила уже конкретно с лунгицидом, который отвечает и контролирует пузырьоз. Я бы взяла либо кустодию, потому что, как правило, у вас летом в этот период жарко и сухо, идут стрессы, и нужна физиологическая поддержка. Если влажная будет вторая половина вегетации, то я бы взяла Магнелла. В этом году в 22-м мы должны получить свидетельство на яровую пшеницу. Поэтому яровую пшеницу я бы тоже работала Магнелла. Да, Мария, спасибо, тоже достаточно так развернуто. Давайте озвучим победителя. Победитель у нас Виталий Александрович Кондаков. Извиняюсь, если я неправильно назвал вашу фамилию. Просьба связаться, получается, у нас с Анастасией. Небольшой, скажем так, помарка. Вопрос от Марии был на внимательность. То есть, как бы, и отличался последними буквами. Буква А и буква Я. То есть, как бы, правильно пишется, это Элатус Ри А. То есть, как бы, это правильная регистрация, правильное название данного продукта. Спасибо, Мария, большое. Теперь перейдем дальше. То есть, как бы, к основе основ, которые у нас есть, это, соответственно, защита семян. Без защиты семян мы не можем вырастить ничего. Но прежде чем к ней перейдем, вот перед вами представлен портфель. То есть, как бы, тот портфель, с которым мы надеемся, как бы, знаем и предполагаем, что выращивание ваших культур будет наиболее выгодным и, соответственно, эффективным. В данном портфеле мы видим два продукта, про которые мы сейчас немножко поговорим. Это продукты для защиты семян, DVD Supreme, Series Max. Продукты, про которые нам Павел сегодня рассказывал. То есть, как бы, это гибициды, это Камар, это Аксиал. Да, то есть, как бы, продукты, которые говорила Мария, то есть, как бы, это росторегуляторы, такие как Modus Anti-Veligarch и система, соответственно, фунгицидов, это Амистар, Элатус Эйс, Альто Супер Кустодия. Ну и куда нам уйти без инсектицидов, да, то есть, как бы, мы сегодня с ним про них не проговорили, но в нашем портфеле были и остаются, то есть, как бы, такие продукты, как Артезион, такой достаточно хороший системно-контактный продукт, как Эфория. Но перейдем к нашей основе, к нашему фундаменту, это защита семян. Еще раз представлюсь, меня зовут Сергей Половников, руководитель технической поддержки региона Сибирь-Дальний Восток, компании «Сингент». Вот, быстренько напомню про те заболевания, которые у нас есть, да, все вы прекрасно знаете, что заболевания на самом деле делятся на семенные заболевания, те грибы, которые есть у нас непосредственно на самой семянке, на поверхности, вот, все это дело мы проходили с вами в институте. Вы каждый год это сталкиваетесь, когда сдаете на лабораторию, на фидоэкспертизу, то есть, как бы, для чего это нужно, то есть, как бы, это нужно для того, чтобы правильно подобрать продукт, которым вы будете работать. На текущий момент я специально сегодня перед Zoom освежал свою память, потому что, не мудрено и забыть, в компании «Сингент», если зайдете на официальный сайт, у нас 24 продукта, которые чистятся именно в продуктах для защиты семян. Да, то есть, как бы, сегодня мы с вами остановимся на двух, но у нас есть 24 продукта, и каждый из продуктов позволяет подобрать именно тот ключ, который подает непосредственно к вам, в зависимости от того, какие заболевания у вас присутствуют на ваших семенах, потому что одна партия может быть так, другая партия может быть по-другому, да, где-то больше гельминдоспореза, где-то больше фузариоза, где-то у нас, к примеру, альтернария зашкаливает, поэтому тут нужно подбирать продукты, исходя из того, что у вас на фитоэкспертизе. Но помимо этого всего, то есть, как бы, есть еще и заболевания, которые находятся в почве, да, то есть, как бы, очень актуально это для азимов, в частности, да, то есть, как бы, снежная плесень, резоктаниоз, клератиния, вот, соответственно, другие продукты, да, такие, например, проблемы, как питиоз, которые мы никогда на семенах не можем найти, да, но когда мы с вами сеем нашу культуру достаточно в ранний период, и мы видим вот эти вот выпады, вот эту работу питиозной корневой гнили, вот, это мы с вами не увидим. Для этого у нас в Ингенте есть сервис, который мы в этом году будем достаточно активно развивать, да, это какие-то экспертизы почвы, то есть, как бы, вы можете обратиться к нашим менеджерам, сотрудникам, да, для того, чтобы узнать про данный сервис более подробно. Ну, в двух словах, то есть, мы будем брать почву на анализы, да, смотреть, получается, что находится непосредственно в почве, чтобы выдавать еще более четкие, более грамотные рекомендации по применению тех или иных продуктов, чтобы, применив продукты, вы получали достаточно хороший и, соответственно, качественный, раскрывали весь потенциал этого семени. Что касается, помимо заболеваний, есть еще другие проблемы, это вредители. В этом году многие столкнулись с данной проблемой, то есть, зачастую сталкивались, это более южные территории, да, то есть, там Алтайский край, Челябинская область, к примеру, Курганская область. То есть, в этом году, к примеру, с проблемой бложкой столкнулись, наверное, весь Урал, да, потому что начало сезона было достаточно теплое, да, и те первые посевы, которые были посеяны, они были съедены достаточно сильно, бложки было много, зелени не было, было только всходы, поэтому она питалась очень сильно, да, то есть, у кого-то есть проблемы с проволочниками, он тоже это прекрасно понимает, да, то есть, как бы, что эту проблему тоже можно решать. На текущий момент нам невыгодно решать проблему с проволочником увеличение кусоты посева, да, то есть, как бы, выгоднее все-таки это решать, применив продукты для защиты семян. И мухи, да, то есть, как бы, тоже один из аспектов, потому что у многих, хотя, несмотря на то, что сейчас переходят люди все-таки к севообороту, да, но экономический севооборот у нас стал, да, то есть, как бы, идет зерновые по зерновым, да, там, как муно-культура и накопление мух, то есть, как бы, оно тоже чревато, то есть, как бы, от этих, вредитель тоже нужно защищаться. Ну, и, соответственно, тли, как переносчики вирусов, да, то есть, вот вы видите, у нас тут желтенькая такая картинка интересная, это вирус колоссовых, для производителей зерна, это, скажем так, не такой большой аспект, но, скажу так, за последние пять лет, то есть, как бы, наша лаборатория диагностирует, что количество вирусов в образцах, которые мы исследуем, оно увеличилось с 0,5%, уже до 2%, то есть, как бы, вирусов увеличивается, то есть, как бы, это говорит о том, что идет потепление, что для, ее становится больше, она летает и переносит вирусов. То есть, как бы, для решения всех этих проблем, то есть, как бы, будь это грибные заболевания, будь это, соответственно, вредители, да, то есть, как бы, ну, и вирусные, косвенно вирусные, да, заболевания, то есть, есть продукты, которые могут побороться. Сейчас бы я хотел остановиться на продукте Дивиденд Суприм. Продукт достаточно, скажем, известен на рынке, много, много кто его применяет, да, то есть, как бы, поэтому мы с гордостью говорим, что данный продукт полностью подойдет для условий, получается, Урала и Сибири. Он максимально эффективен по ряду заболеваний, то есть, как бы, которые у нас есть, в том числе гельминтоспириозная корневая гниль, очень эффективен по, соответственно, вредителям. Напомню, состав это два фунгицида членоконозолом и фенокстаном, и один асектицид. Регистрацию у него, коллеги, обращаю внимание, кто первый раз слышит про этот продукт, либо, как бы, задумывается о приобретении, это яровая и озимая пшеница. Дозировка идет 2,5-2 литра на тонну, соответственно, какие проблемы позволяет решить данный продукт, то есть, как бы, одна из основных, скажем так, проблем – это продолжительность сроки сева. За счет мифеноксама мы можем контролировать питем, то есть, мы можем с вами использовать этот продукт для тех семян, которые мы посеем в самый ранний период, да, то есть, когда мы с вами зайдем, как говорится, как только нам позволит почва сеять, да, то есть, как бы, за счет того, что он достаточно хорошо контролирует, за счет того, что он содержит дефеноконазол, то есть, мягкие продукты, то есть, мы можем и уйти и в более поздний срок, когда у нас, к примеру, с вами вот такой, вернее, период, когда мы сеем, да, то есть, когда мы не успеваем коротко, четко посеять. То есть, мы можем посеять как в начале, в конце апреля, так, соответственно, в начале июня этот продукт может применяться, то есть, он мягкий и, соответственно, позволяет вот этот большой период взять свои применения. Плюс у него достаточно хорошая работа по гельмитоспориозам, по альтернариозу, да, то есть, как бы, его можно использовать при различных технологиях, да, то есть, когда у нас, там, минимальная технология, либо поверхностная обработка, да, как мини-этил называется, когда у нас достаточно большое количество растительных остатков на поле, то есть, мы можем сеять семена, то есть, мы гарантированно знаем, что семена будут защищены. Ну, и, соответственно, вредители посев, да, за счет того, что там содержится диаметоксама, и в дозировке 2,5 литра это, получается, 230 грамм на тонну, то есть, это достаточное количество для того, чтобы отконтролировать вредители, которые у нас есть непосредственно в посевах. Что касается, вот здесь вот пример приведен, да, то есть, как бы, еще один, посмотреть, как будет выглядеть работа вредителей в условиях достаточного увлажнения, да, и в условиях засухи. Мы видим, что в условиях засухи, когда у нас, в принципе, семена, сходы более щуплые, то есть, как бы, не хватает нашему растению влаги, то вредоносность, как раз-таки, злаковых мух, да, в ложке, она будет одна из самых наиболее высоких. То есть, применение инсектофунгицидного продукта позволяет этого избежать, в частности, продукта Дивидент Суприм. Можно, тут приведены пару примеров, да, то есть, как бы, как развивается, идет развитие корневых гнилей, да, мы видим, что на контроле, если у кого какая цветопередача на экране, да, вот нижняя картинка, вот можно посмотреть, какое идет развитие корневых гнилей, да, то есть, как бы, в зависимости от условий, в зависимости от технологий у каждого разная, но здесь, конкретно в этом случае, то есть, как бы, корневые гнили, это 83%, это, коллеги, достаточно большое количество, да, то есть, как бы, если сравниваем тот же Дивидент Суприм, вот, да, то это получается 11,2% корневых гнилей, да, то есть, тут может быть различный вопрос, да, может быть, чего-то есть, но мы четко видим тенденцию, да, тенденция вот этой 70%, да, 72% именно снижения, то есть за счет вот этого всего получается мы можем получить именно прибавку. Различные другие варианты, да, где мы сравнивали дивиденд Суприм с дивиденд Экстримом, разница в этих продуктах только в инсектициде, да, и мы видим, что вот, например, повреждение злаковыми мухами, да, вот здесь было 2%, но это на 20-й год, а в Суприме было 0%, если бы это был 21-й год, да, я думаю, цифры были, особенно на первых посевах, цифры бы очень сильно разнились, то есть там повреждение злаковыми мухами было бы достаточно большой такой высокий процент. Вот, еще хотелось бы обратить внимание действия этими таксама, да, то есть как бы как вигарный эффект, это стимулирование развития корневой системы, за счет чего, то есть как бы позволяет пережить засуху, да, позволяет получить больше и лучше урожайность. Вот здесь наши коллеги выкапывали растения и, соответственно, взвешивали массу, корневую массу, то есть как бы и смотрели, насколько она больше, насколько лучше развито растение именно в пазу полных сходов. То есть мы видим, что в пазу полных сходов, то есть разница, разница с метра, получается, с метра квадратного, разница корневых полосков составила 4 грамма, то есть как бы, ну, на самом деле это почти в два раза, то есть как бы это говорит о том, что растение способно пережить хотя бы тот стресс на начальных этапах, да, то есть как бы и дать дополнительное укущение, дать дополнительные стеблисты, которые потом позволят нам получить дополнительный урожай. И, соответственно, цифры по урожайности здесь они отображают, соответственно, те данные, которые мы видели весной, да, как стартует данный продукт. Вот здесь данные, получается, до несколько лет по различным опытам, то есть как бы это все опыты наши, да, то есть как бы от Урала, то есть как бы от Челябинской области, Свердловской области, заканчивая, заканчивая у нас Красноярска. То есть все эти опыты были по сравнению с R&D-продуктами, вот, и мы можем посмотреть, что дивиденд Supreme дает повышение полевой скожести на 10%, что отображается уже потом в количестве побегов, да, то есть как бы 90 штук к моменту уборки, да, и урожайность средняя за вот эти вот опыты, за эти несколько лет она составила примерно около 3 центнеров. Где-то было больше, где-то было меньше, все еще зависит от того, какие были сорта использованы, да, то есть какие технологии, но в среднем это около 3 центнеров прибавка в связи со сменой именно препарата для защиты семян, то есть как бы с инсектицидом. Что касается другого продукта, то я бы хотел остановиться на достаточно универсальном продукте, который у нас зарегистрирован на ячмене и на пшенице, продукт называется Celest Max. У него немножко другой, как немножко, у него достаточно другой состав, то есть у него остается инсектицид, но инсектицида больше, чем в дивиденд Supreme, да, у него есть такие продукты, как тембуконазол и флудиоксонил. Для чего вообще данный продукт, то есть как бы на каких культурах он зарегистрирован? Он зарегистрирован на ячмене, он озимый и яровой, и пшеница озимая и яровая, то есть продукт на самом деле универсальный. То есть фишка данного продукта заключается в том, что он один из самых эффективных против фузариоза. Да, фузариоз, как вы знаете, это самый наиболее вредоносный гриб, который мы можем с вами увидеть при экспертизе семян. Поэтому Celest Max по данному направлению работает очень эффективно. Поэтому, когда и где мы можем применить этот продукт? Первая – это задача получения качественной продукции без микотоксинов. Как раз-таки вопрос был про фузариозы, к примеру, про черный зародыш, когда Марии задавали. То есть как раз здесь основа тоже идет. Если у вас есть такая проблема, то я бы все-таки советовал использовать продукт Celest Max для защиты семян. Но в дальнейшем выстроить всю систему, про которую говорила Мария. То есть как бы агротехника, сорняки и, соответственно, применение фунгицидов уже по вегетации. Другой аспект, куда мы можем применить Celest Max. Если, к примеру, у нас есть проблемы с головневыми заболеваниями. То есть не конкретно может быть у вас. Даже если вы знаете, что у соседа на соседнем поле, то есть через дорогу эта проблема была видна. То есть, возможно, семена, которые вы получили хорошего качества, то есть она к вам может тоже прилететь. Поэтому лучше здесь перестраховаться. Ну и, соответственно, вредители посел, то есть они тоже никуда не девались. Здесь еще большее количество теми таксама. Там его получается 250 грамм. То есть если в Supremia при полной дозировке было 230, здесь 250. То есть запас прочности в данном продукте намного выше для того, чтобы контролировать этих вредителей. Вот здесь приведены пару примеров. То есть здесь как раз-таки по хлебной обложке. Вот на Сибирской области мы видим, что она присутствует. Вот здесь вот на Celest Max, если кому-то видно, да, вот она вот здесь у нас вообще сидит. То есть мы видим, что растение на самом деле как бы не покусано, а стоит зеленое, более ярко, насыщенное цветом. И если посмотреть другой пример, то есть мы видим, что используя, к примеру, 2-3 азола, плюс неокотиноид, но не теми таксам, которые держатся в составе Celest Max, а другие неокотиноиды, которые есть на рынке. Фишка здесь будет заключаться в том, что как раз-таки в самую наиболее уязвимую фазу, в фазу двух листьев, теми таксам, действующее вещество, то есть оно максимально находится в листьях, да, то есть как бы максимальная концентрация в листьях. Поэтому и мы не видим тех поражений, которые показываются на других неокотиноидах. То есть как бы фазу двух листьев, они еще только переходят, то есть у них там не максимальная концентрация. Вот это вот глобальное отличие между вот этими инсектицидами, которые содержатся в Celest Max и другими инсектицидами, которые присутствуют на рынке. То есть наиболее уязвимую фазу он уже максимально там и защищает нас от этих вредителей. Что касается примеров, то есть мы можем посмотреть, вот здесь вот примеры, получается, вот в Кемеровской области тоже видим, а в зависимости, по сравнению с другими продуктами, то есть получили достаточно тоже неплохую разницу. То есть здесь 4 центнера, это как бы достаточно весомая разница. И поэтому данный продукт подходит достаточно универсально, позволяет решить ряд проблем, которые у вас есть, да, и, соответственно, гарантированно будут защищать вас от непосредственно от вредителей. Вот это вот то, что отличает этих продуктов, что, скажем так, наоборот, одинаково, что у Celest Max, что у Dividend Suprima. Их объединяет на самом деле эта формула М. Сингентовская разработка, если честно, я даже, наверное, уже не скажу, какого года, но специально для СНГ, да, то есть для Украины, для России, для Белоруссии, возможно, тоже, то есть как бы разрабатывалась вот эта вот формуляция М. Когда приехали наши специалисты европейские, посмотрели, какого качества у нас идут семена, да, как мы их протравливаем, какими машинами, как это все вообще, посев происходит, вот. Вот была придумана вот эта формула М. Что она на самом деле себя включает, то есть как бы там много-много всего различных прилипателей, но если простыми словами сказать, то это дополнительные полимеры, которые не дают зерно осыпаться, да, то есть как бы если вы применяли продукты, например, Dividend Suprima, либо Celest Max когда-либо видели, то при перегрузке, то есть как бы нет вот этого пыления, да, потому что полимер, он обволакивает непосредственно зерновку и позволяет, позволяет семенам какой-то период времени, то есть как бы при перегрузке не пылить, не отваливаться, да, то есть как бы непосредственно от наших семян, вернее продукты, препараты не отвалятся от семян. Почему это важно? Ну, скорее всего, со мной стороны это здоровье, да, которое наших операторов, которые загружают. Второй момент это деньги, которые улетают на ветер, да, потому что отслоившись от зерновки, то есть как бы препарат улетает и зачастую нам кажется, что мы вроде как бы применили продукт, мы обработали семена, мы их защитили, а потом выясняются какие-то проблемы, да, то есть как бы потому что вместе с пылью улетел наш продукт и мы не получили того нужного количества действующего вещества для контроля того или иного заболевания. Поэтому в формула М у нас присутствует в этих продуктах достаточно универсальная, скажем так, технология. Защита вас и ваших инвестиций. Что касается как раз-таки защиты вас и инвестиций, то здесь компания Сингента, мне кажется, пошла достаточно далеко и придумала систему, которая называется Агриклайн. В этом году, если мне память изменяет, это третий год работы этой продукты, этого продукта. Первый год мы разработали эту систему, клиенты попробовали, мы посмотрели, то есть, если можно так сказать, обтисали эту программу, да, то есть доработали, посмотрели. В прошлом году уже у нас достаточно большое количество клиентов к ней подключалось позапрошлый. И в прошлый год программу еще доработали по ряду направлений. И на текущий момент готов в вашем внимании представить обновленную программу Агриклайн на сезон 2022 года. То есть, это защита именно ваших инвестиций от погодных рисков. Риски бывают разные на самом деле. Риск бывает засуха, риск бывает жара. То есть, вот этих направлений, то есть, как бы Агриклайм рассчитан на зерновые культуры. На самом деле, Агриклайм у нас есть в статах, на картофеле, на подсолнечнике, на сое и, соответственно, на зерновые. Но так как мы сегодня с вами говорим про зерновые, я немножко расскажу именно про зерновые. Все условия вообще Агриклайма вы можете узнать либо на нашем сайте, да, либо позвонить вашему менеджеру, который работает в ваших территориях и, соответственно, более детально уточнить, как и что необходимо для регистрации этой продукты и какие условия. Что касается общих аспектов, да, то есть, как бы, не нужно воспринимать Агриклайм как страховку. Да, это не страховка, это именно гарантия, которая основана только на погодных рисках. Без разницы, то есть, как бы, получается, получили вы урожай, не получили урожай. Если наступил страховой риск именно по тем параметрам, которые вы выбрали, жара либо засуха, да, то есть, как бы, по ним идет выплата. Как это все оценивается? Здесь, на самом деле, все это идет расчет онлайн, да, то есть, как бы, тут уже не участвует человеческий фактор, да, то есть, как бы, все данные берутся с прогноза MeteoBlue, вот, квадрат 20 на 20 километров, и, соответственно, уже рассматриваются все эти погодные данные, которые сложились в этом условии. Но эти, когда мы с вами страхуем, к примеру, риск засухи, да, то есть, как мы выбираем, вы выбираете, вернее, в своем хозяйстве вот этот квадрат, поле, где вы хотите застраховать, вы знаете, к примеру, что у меня там самое южное поле, всегда засуха, к примеру, да, я там никогда не получаю урожая. Вот, и я переживаю, что я, как бы, куплю продукты компании Сингент, у меня там засушат, и я, как бы, не получу каких-то там, не получу того урожая, который может быть. Вот здесь, как раз-таки, программа, к примеру, MeteoBlue, она смотрит и анализирует все погодные условия за 20 лет назад, то есть, как бы, на основании вот этих вот погодных условий выстраивается количество осадков в этом квадрате, которое должно быть у вас, и если эти осадки не достигли той нормы, получается, которая должна быть за 20 лет, вам идет перерасчет, соответственно, как бы, и выплачивается уже непосредственно за каждый миллиметр недостающих осадков. Если у вас, получается, уровень влаги получился как нужно, да, либо больше, ну, соответственно, как бы, вы получили урожай, и никакого риска не получения урожая у вас нет. То есть, как бы, что касается другой, скажем, другого направления, это жара, да, то есть, как бы, для зерновых, то есть, это повышение температуры свыше 33 градусов, да, то есть, максимальная суточная температура должна равняться или быть выше 30, плюс 33 градуса, то есть, здесь тоже стоит обращать внимание, точно так же выбирается квадрат, вот, в этом году у многих было жарко, особенно на Урале, да, то есть, как бы, было жарко в начале мая, было жарко в августе месяце, вот, и я чуть позже, следующим буквально слайдом покажу те результаты, которые у нас получились в этом году, что получилось у хозяйств. Здесь ситуация такая же, также определяем квадраты, смотрим погоду, которая должна быть, и за каждый уже градус, который идет выше нормы, то есть, как бы, идет выплата, непосредственно пересчитывается на проценты, идет выплата. А откуда все-таки берется эта выплата? Выплата берется от суммы заказов продуктов компании Сингента, чуть дальше покажу перечень, а от суммы без НДС, да, то есть, как бы, от этого, от этой суммы берется до 35%, и, соответственно, перемножается на тот процент, который у вас, к примеру, там, либо зажарило, если так можно выразиться, да, либо, соответственно, засушило по миллиметрам. Что касается результатов 2021 года, у нас по всей России в этом году участвовало 256 хозяйств, да, то есть, как бы, в регионе Сибири и Дальний Восток около 130 хозяйств, 135, если быть честным, участвовало в данной программе. Из этих 135 человек в сложные именно погодные, климатические условия попало, если посмотреть, попало, получается, 74 хозяйства, 74 хозяйства, у которых были какие-то катаклизмы по тем выбранным точкам, по тем выбранным полям, которые у нас присутствующие, присутствовали, то есть, как бы, вот этим 74 хозяйствам был перерасчет выплат, да, то есть, как бы, именно вот эти вот погодные гарантии, которые, от суммы, которые они закупили. Так, в итоге, какие все-таки продукты, да, и какие выплаты можно получить? Вот здесь, смотрите, перед вами агреклайм для зерновых, то есть, выплаты могут составлять до 35% от чека покупки. Минимальная площадь для участия в этой программе, получается, это 200 гектаров. Продукты, которые входят в эту программу, соответственно, это те препараты для защиты семян, про которые мы сейчас с вами проговорили, это Дивиденд Суприм, Селест Макс, да, такой продукт, как Вайбранс Интеграл, гербициды, это Камара плюс Аксиал, да, то, что говорил сегодня Павел, да, другие продукты, такие как Дерби, Палас, либо Аксиал Кросс, либо просто Аксиал, они тоже включены. И септициды, это Эфория Картезион, фунгициды, про которые говорила Мария, да, это Элатус Рио, Магнелла Тил Турбо, и специально для условий как раз-таки Сибири, это продукты Альта Супер, Амистар Экстра и Элатус Сейс, да, вот этот новый продукт, который у нас будет, то есть уже есть в продаже, и, соответственно, мы его включили. И регулятор роста, то есть как бы суть заключается в том, что вам нужно для того, чтобы участвовать, то есть как бы нужно минимальную площадь покрытия 200 гектар и рост к объему закупки от прошлого года на 10%, то есть в литрах или в килограммах. Все другие нюансы, которые, если у вас, вас заинтересовала данная программа, еще раз говорю, что можно почитать на сайте, но лучше всего обратиться к нашим менеджерам, и они вам помогут, зарегистрироваются, соответственно, объяснят весь принцип работы непосредственно данной программы. На этом у меня все. Я бы хотел, знаете, еще что сказать, то есть как бы сегодня достаточно неплохо мы с вами пообщались, то есть если какие-то вопросы были, постарались на их ответить, хотелось бы пригласить вас завтра на наш второй вебинар, так как я в самом начале сегодня говорил, что у нас серия, завтра мы будем рассказывать про яровой рапс, тема достаточно интересная, у нас был специально приглашенный гость, где мы посмотрим именно обновленные требования экспорта рапса, потому что для нас, для Сибири, как бы это достаточно, скажем так, стратегический продукт в последнее время стал, и посмотрим варианты защиты от вредителей, от заболеваний непосредственно на этой культуре. Поэтому приглашаю завтра присоединиться в это же время, как сегодня, и всем спасибо за внимание.